День республики 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 то это на сегодняшний момент будет 85 кандидатов, которые могут участвовать за право распределения депутатских мандатов, что говорит действительно о большой конкуренции на сегодняшний момент. И самое главное, населению Республики Калмыкия предоставится возможность выбрать не только кандидата своего, но и программу. Благодаря смешанной системе улучшается качество законотворческой деятельности. Все депутатами более активно готовятся поправки, повышается требовательность законодателей к руководителям исполнительной власти региона за подготовку проектов, законов и их реализацию. Результатом круглого стола мы в принципе довольны, потому что были подняты острые вопросы как и по части избирательного права, так и в целом по избирательному процессу, который данный законопроект планирует видоизменить. И соответственно на сегодняшний день видны общественные деятели, уполномоченные по правам человека, ассоциации юристов, университет, эксперты сошлись в одном мнении, что действительно данное изменение назрело. На сегодняшний день необходимо вносить корректировки в тот законодательный процесс, избирательный процесс, который у нас на сегодняшний день имеется. Также данная система избрания депутатов Народного хурала позволит, как было сказано, активнее участвовать, извините меня за эту автологию, активной молодежи. То есть та молодежь, которая на сегодняшний день является передовиками у нас и в вузах, и в других процессах, как образовательных, так и законодательных, она может проявиться на все сто и соответственно может быть избрана в высшие законодательные органы региона. Уже завтра состоится 33-я сессия Народного хурала Парламента Республики. Законопроекты, которые будут рассматриваться на заседании, обсудили в ходе работы Комитета по вопросам законодательства, законности, государственного устройства и местного самоуправления. Значилось 9 вопросов. Среди них проекты постановлений о назначении на должности мировых судей, о гражданской обороне, изменения в общественной палате Калмыкии. Основной темой обсуждения стал законопроект о выборах депутатов Народного хурала. Глава Республики воспользовался правом законодательной инициативы и внес этот законопроект, он очень полноценный, 78 статей, мелким шрифтом почти 130 страниц, если его распечатывать нормально, то это 200 страниц. В данном законопроекте 10 депутатских мандатов будут по партийным спискам и 17 по одномандатным. Можно выдвигаться в порядке самовыдвижения и естественно снижен порог сбора подписей, это в пределах 3%, это не более 400 подписей. Закон очень такой, на мой взгляд, очень своевременный и очень нужный. В Калмыкии за последние сутки подтверждено 8 случаев заражения COVID-19, с выздоровлением выписаны 5 пациентов. 28 жителей республики проходят лечение в Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи. В тяжелом состоянии двое, с начала пандемии зарегистрировано 843 летальных исхода. Инфляция в Калмыкии в январе 2023 года составила 8,6%, это по-прежнему самый низкий показатель в Южном федеральном округе. На динамику цен в регионе влияли как общероссийские факторы, так и локальные. В частности, стабилизация ситуации в животномоческой отрасли республики по сравнению с январем прошлого года. Сдерживали рост цен на продукты, расширение предложения мяса и молока в стране и сокращение расходов производителей на корма из-за рекордного урожая зерна. В результате медленнее в годовом урожении дорожали мясо, молоко, молочные продукты. Дополнительным фактором замедления роста цены мяса стала высокая сравнительная база 2022 года. Прошлой зимой из-за сильной засухи продолжение мяса у местных производителей снизилось, и цены на него вскоре наросли. К примеру, быстрее дорожала баранина, доля которой в региональной потребительской корзине традиционно высока. Однако в течение 2022 года ситуацию удалось стабилизировать благодаря господдержке отрасли и хорошей обеспеченности хозяйств в кармане. В итоге рост цен на баранина замедлялся второй месяц подряд. А теперь кооперативные сводки региональной госавтоинспекции. За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 10 получили травмы различной степени тяжести. При надзоре за дорожным движением задержаны от страны от управления 21 водитель, управлявший автотранспортными следствиями в состоянии опьянения, в том числе 3 гражданина, ранее лишенные права управления. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видео фиксации на территории республики, сотрудниками госавтоинспекции вынесено 2475 постановлений об административном правонарушении. 26 февраля в 6 часов 40 минут на 267-м километре ФАТ Р-22 «Каспий» неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, предположительно Лада Гранта белого цвета, не убедившись в безопасности своего маневра обгон, совершил выезд на полосу встречного движения, где во встречном направлении двигалась автомашина Лада Гранта под управлением 31-летней жительницы Волгоградской области, которая во избежание столкновения совершила выезд на обочину с последующим наездом на препятствие – отбойник. В результате происшествия в медицинское учреждение с различными травмами доставленный водитель и 32-летний пассажир автомашины Лада Гранта. Неустановленный водитель продолжил движение в неизвестном направлении. Если вы явились свидетелем данного происшествия, просьба сообщить об этом в полицию. В поселке Комсомольске Черноземельского района прошел турнир по национальной борьбе, посвященный национальному празднику УЦА Гансарн. Более ста юных спортсменов из республики съехались побороться за Кубок Черноземельян. Схватки проходили в 11 весовых категориях. По словам министра физической культуры и спорта Калмыкии Константина Батырова, большое количество районов приняло участие в соревнованиях. Это говорит о том, что спорт в регионе развивается повсеместно. Именитые спортсмены, которые уже сегодня являются заслуженными мастерами спорта, они сопровождают и передают свой опыт молодежи, которые получили на протяжении этих 10 лет. Весна в Калмыкии стартует творческим проектом об искусстве и хореографии команды проекта «Зураче». Уже 2 марта зритель увидит танцевальный перформанс о любви, радости и творческой свободе на сцене Калмыцкого государственного театра «Кукол Джангр». Подробнее о подготовке рассказали основательцы проекта «Зураче» Виктория Инджикова и хореограф-постановщик Ольга Батрашкиева. Танец – это как способ самовыражения. В танце можно выразить практически любое эмоциональное состояние человека. Это будь то грусть, радость, печаль, горечь разлылки, любовь и так далее. Но самое главное в танце – это душа, конечно же. Иначе это будет просто танец с роботом. Работа очень интересная, очень такая креативная и она ведется с января текущего года. Мы уже на такой, на финишной прямой и будем очень рады встретить зрителей на необычный, нетрадиционный формат танцевального искусства. Я думаю, что вас это приятно удивит, порадует. Мы, по крайней мере, с командой надеемся на это. Выпуски новостей и также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом учении канала УТР на 21-й кнопке и в IPTV, зеленые точки, расстелеком и на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграме. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин